Накануне специалисты Департамента внутренней политики Ямала в режиме видеоконференции консультировали представителей социально ориентированных некоммерческих организаций. Им рассказали об основных положениях разработки проектов для участия в конкурсе. Уточним, что по его итогам распределяются субсидии из казны региона суммой до 500 тысяч рублей на реализацию проектов некоммерческих организаций. На совещании также напомнили порядок оформления и предоставления заявки, пояснили, кто будет осуществлять контроль над реализацией проектов и проверять финансовую отчетность некоммерческих общественных организаций, получивших субсидию. Наши организации регулярно участвуют в таких конкурсах. Я не могу сказать, что очень активно. Вообще Губкинский, к сожалению, не входит в число лидеров среди общественных организаций по участию в таких конкурсах. У нас было несколько побед в этих конкурсах. Я не назову, что это первое место. То есть, это организации входили в число тех, кто получил эти средства. В целом, я считаю, это, в общем-то, тенденция по всей стране. Органы власти способствуют развитию некоммерческого сектора, некоммерческих организаций, как мы их называем, которые получают на свои проекты некие финансовые ресурсы, помощь в реализации этих общественно полезных проектов. На совещании присутствовали представители 11 некоммерческих организаций. Среди них члены Общественной палаты города, Общественных организаций «Ветеран» и «Губкинский родник», общество «Возможности без границ», защитники животных из доброго сердца и другие. Юрий Филимонов выразил надежду, что в этом году губкинские некоммерческие общественные организации проявят большую активность в конкурсе на предоставление субсидий из окружного бюджета.